Итак, 33-й день войны, продолжается сухопутная операция, армия продвигается внутрь города Газа. Сейчас, имея своей главной целью, это больницу Шифа, точнее бункер под больницей Шифа, где, как считается, прячется главное руководство Хамаса, которое находится в секторе Газа, имеется в виду. Потому что главное, скажем, политическое руководство Хамаса находится за границей. Они, естественно, сидят не в Газе, они сидят в Катаре там каком-нибудь, некоторые в Бейруте и так далее. То есть, они как крысы сбежали из сектора Газа и сейчас вот оттуда руководят. Кстати, упомяну такой момент важный. И все долларовые миллионеры, если не миллиардеры, все вот крупные функционеры Хамаса, очень богатые люди. Торчать в Газе под израильскими бомбами, им, понятно, никакого смысла нет. Но, в общем, совершенно типичное поведение для подобного рода людей. Что касается хода боевых действий, арабские и палестинские источники сообщают об ожесточенных перестрелках вблизи больницы Шифа. То есть, армия подходит туда, армия по-прежнему использует вот эту тактику огневого вала. То есть, любой источник огня, если боевики там выбираются на поверхность и пытаются обстреливать наши войска, подавляется с невероятной жесткостью. То есть, все наличные средства поражения в этом секторе тут же направляются на этот источник огня с воздуха, с моря, с земли. И здание, например, из которого ведется огонь, сразу сносят просто с лица земли. Наш канал, такой есть КАН в Израиле, ну, такой серьезная медиа с хорошими источниками сообщила о том, что по оценке нашей системы безопасности, в отрядах Хамаса наблюдается падение боевого духа. А сразу напрашивается вопрос, а что случилось? Одно дело, значит, резать женщин с детьми в поселениях, да, на юге там, в кибуцах, в своих домах, которые не могут оказать сопротивление. А другое дело, воевать вот с осатаневшей совершенно израильской армией, у которой очень высокий уровень мотивации и такое тотальное превосходство в средствах поражения. В тяжелом оружии, с танками, там, с бронетранспортерами и с артиллерией. Сейчас, конечно, найдутся какие-нибудь уроды, которые скажут, вот так нечестно, а вы вот выйдете с ними в чистое поле, да, вот попробуйте посражаться. Не, никто с ними не будет выходить в чистое поле. Для этого у нас есть армия, для этого у этой армии есть все необходимые инструменты, которые она использует. Для того, чтобы уничтожить одинокого боевика, там, бомба из самолета, нам не жалко бомбы из самолета, нет проблем. Поэтому, по всей видимости, вот такое воздействие, такая вот мощная постоянная бомбардировка, все усиливающаяся на сектор газа сброшено, вот, по разным данным, до 35 тысяч тонн различных боеприпасов. 35 килотонн, да, это уже такие категории прям очень серьезные. Все это, конечно, давит им на мозги и на нервы и заставляет их там прятаться, заставляет их укрываться в туннелях. Попытки выбраться на поверхность пресекаются очень жестко, над газой висят буквально десятки, если не сотни беспилотников наблюдений, ударных в том числе. И любой вот террорист, который выбирается на поверхность с целью, там, пострелять по нашим войскам, сразу уничтожается, немедленно, совершенно. Палестинцы много уже выкладывали видео по поводу того, как они стреляют по израильским танкам, да, более того, один из ресурсов российских, такой специализирующийся на войне, ну, типа такой военно-аналитический, привел такую цифру, что по оценкам, по данным Хизбаллы и Хамаса уничтожен уже 61 танк «Меркава». Просто натурально в лучших традициях генерала Коношенко. То есть это два танковых батальона. По сути, танковая бригада уже уничтожена. Все это, конечно, полнейший бред. На сегодняшний день мы потеряли в бою, в бою мы потеряли три танка «Меркава». Два из них были подбиты вот в день вторжения, в первый, да, один сбросом с дрона, один ударом противотанковой ракеты. И, судя по всему, был один пораженный танк внутри сектора во время наземной операции. Еще пять танков были уничтожены во время вторжения, но они были захвачены на базах, как сказать, незаведенными, да, стояли просто на месте. Их там облили бензином и сожгли. Вот, то есть это вряд ли можно отнести прямо к боевым потерям. Пока же на танках работает система активной защиты, Трофи, так называемая, или Мейлеров, как она у нас называется. Она активно используется сейчас. И поэтому, если посмотреть внимательно все эти видео, которые выкладывают боевики, вот он выбирается, террорист с гранатометом, прицеливается, стреляет, там происходит взрыв и на этом видео обрывается. Хотя, казалось бы, нужно подождать еще 10 секунд и показать, как горит танк. Но они этого не показывают, потому что этот взрыв, как правило, это срабатывание системы активной защиты. Так что пока у нас в этом смысле все идет неплохо. Потери, ну, не очень люблю это слово, что потери небольшие. Для нас потеря каждого солдата, это, в общем, гигантская боль и трагедия. Целый мир, да, погибает вместе с человеком. Но пока у нас соотношение потерь, все-таки вот употреблю это слово неплохое, в том смысле, что у нас 34 убитых в секторе газа и порядка, там, 300 с небольшим раненых. То есть, соотношение убитых и раненых 1 к 10. Это неплохо весьма, потому что стандартным считается 1 к 3 при наступлении, да, убитых и раненых. А вообще 1 к 5. Ну, вот пока у нас такое соотношение потерь, армия, еще раз говорю, продвигается, соблюдая такую сугубую осторожность. Давит огнем все, что там только шевелится. И поэтому, пока вот потери удается, что называется, минимизировать. При этом постоянно уделяется внимание выводу гражданских из зоны боевых действий. Вот вчера буквально было армейское видео, как под охраной израильских танков гражданские с белыми флагами выходят с севера, так, на юг Анклава. Конечно, боевики этому препятствуют. Хамас запретил публиковать это видео там в своих социальных сетях. Он это дело всячески высмеивает там и пишет, что это все ловушка, что сионисты вас там всех перебьют и так далее. Ну, было бы странно, если бы они вели себя по-другому. Для Хамасу нужны гражданские. Хамасу очень сильно нужны гражданские, как живой щит, как вот, ну, как бы, как прикрытие, да. И как потом демонстрация того, что вот Израиль убивает, значит, гражданских. Все боевики как один буквально одеты в гражданское, чтобы можно было, вот, если его там убило каким-то образом, снять с него быстренько разгрузку, убрать от него автомат и выдать его вот за гражданского. Но пока у них это не сильно получается, несмотря на то, что в мире, конечно, там царит какая-то истерика по поводу страданий палестинцев и так далее. А все почему-то уже забыли про 7 октября. Что произошло 7 октября? Самая вообще страшная резня в истории Израиля. Когда было убито множество людей, абсолютно невинных, гражданских, детей маленьких. Там вообще грудных детей буквально, женщин, там были массовые случаи изнасилования, грабежи и так далее. Но в мире множество полезных идиотов, которым вот интересно поддерживать почему-то террористов, а не государство Израиль. Ну, бог с ними, как бы, с этим мы всю дорогу боролись и с этим мы как-то научились жить. Теперь, что касается севера. На севере продолжается вот такое вот вялотекущее противостояние. Но надо сказать, что израильская армия отвечает уже более жестко на обстрелы. Хизбалла там по-прежнему обстреливает наши пограничные пункты. Были обстрелы и дальше вот от границы в глубину Израиля. Но ответственность за это Хизбалла перекладывает на своих прокси там. То есть Хизбалла сама прокси и у нее тоже уже есть прокси. Ну, типа Ливанского отделения Хамаса, Ливанского отделения Исламского джихада. Вот это вот все. Пока мы тоже отвечаем и уже отвечаем в глубину Ливанской территории. Но так не сильно. Километров на 10 максимум, да. Стараясь ликвидировать там группы боевиков, террористов, позиции ракетчиков, позиции расчетов противотанковых ракет и так далее. Для того, чтобы вот наносить такие превентивные удары. Вчера были сообщения о том, что нанесли удар по городу Сайда. Это Сидон он еще называется. Но это уж совсем побережье моря Средиземного. Это далеко от линии разграничения между Южным Ливаном и остальной территорией страны. То есть за линией резолюции 1701 Совета Безопасности. Но эти сообщения не подтвердились. Возможно, они там слышали какие-то разрывы. Им показалось, что их бомбят. Вчера же над Бейрутом на бреющем полете прошли израильские самолеты. В качестве такого вот, ну как сказать, жеста доброй воли. Я бы так это назвал. То есть вот как бы мы летаем у вас над головами. Поэтому давайте соблюдайте осторожность. В субботу Хасан Насрал и генсек Хизбаллы будет произносить очередную часть своей там исторической речи. Но это речь его вот, которая в субботу будет приурочена ко дню Шахида. Это у них профессиональный праздник в Хизбале. И там он наверняка что-нибудь скажет. Но опять же, исходя из ситуации, можно предположить, что он опять скажет. Палестинцы, держитесь. Мы с вами. Мы тоже ведем войну тут с сионистским агрессором. Но вот как бы пока сильно далеко в этом деле заходить не можем. У Хизбаллы уже в принципе приличные потери там за 60 убитых боевиков. И они считают только своих боевиков. Какой-нибудь там ливанский Хамас или исланский джихад они не считают. Так что потери наверняка у них больше. Но посмотрим, как там все будет развиваться. Американские силы здесь. Американцы всех предупредили, что вмешательство в войну любой третьей стороны, я это уже говорил, повторю еще раз, будет... Повлечет за собой вмешательство Соединенных Штатов. Все их как бы военно-морской мощью и так далее. Что касается дел внешнеполитических, давление на Израиль усиливается. Американцы настаивают на прекращении огня, чтобы под эгидой прекращения огня освободить хотя бы часть заложников. Переговоры в этом отношении ведутся по самым разным каналам. Израиль пока не согласен на прекращение огня. Верните заложников, тогда прекратим огонь. Но пока вот идет такая психологическая война. Кто первым моргнет. Израиль пока не демонстрирует никакого желания прекращать огонь, потому что наши люди погибли, наши люди в клюну. Вернете их, тогда и поговорим. Но я вполне допускаю, что такое прекращение огня возможно, но на короткий период, несколько часов, чтобы вывести какую-то часть заложников. Посмотрим, как это все будет развиваться. Тут пока сложно сказать. Последим за этим делом. Сейчас операция подходит к некой такой развилке. Вот я имею ввиду сухопутная в газе. Или мы будем ее сворачивать, удовлетворившись зачисткой города газа. Или она будет продолжаться и распространиться на всю территорию сектора. Я полагаю, что решение это будет принято в ближайшее время.